Приветствуем участников фестиваля семейного чтения. Меня зовут Алина Репкина. Я руководитель книжного рекомендательного сервиса LifeLip и проектов Литресс-библиотека и Литресс-школа. Здравствуйте, любители литературы. Меня зовут Алена Лепко, руководитель отдела развития LifeLip. Мы благодарим организаторов Читай-феста за возможность стать участниками такого большого мероприятия. Прежде чем мы расскажем о нашем онлайн-состязании для школьников и школ, несколько слов о LifeLip и Литресс-школе. С Литресс-школой ученики получают доступ к электронным книгам из школьной программы внеклассного чтения с помощью своей школьной библиотеки. Читать можно в любом месте в любое время на своем мобильном устройстве. Библиотекарь в проекте получает личный кабинет с функцией книговыдачи, настройки читательских билетов и статистикой. LifeLip — это крупнейший книжно-рекомендательный сервис на русском языке. Это большое активное сообщество любителей книг, где можно ввести читательский дневник, выбирать книги, общаться, обсуждать и делиться отзывами о прочитанном. На сайте уже более 19 миллионов оценок книг, более миллиона рецензий на классические и современные произведения. В мае этого года мы совместно запустили первый сезон проекта «Школьный книжный вызов» и предложили школам и школьникам всей страны посостязаться в том, кто прочитает больше всего книг и напишет на них больше всего рецензий. Мы помогаем всем участникам в этих смелых начинаниях, рекомендуем литературу, ведем книжные списки и следим за графиком. Каждый участник может увидеть свои успехи в удобном виде на своей персональной странице. Аналогичный проект для взрослых существует на лайфлибе с 2015 года. В прошлом году вызов приняли более 80 тысяч участников и прочитали почти 2 миллиона книг. В среднем каждый участник ставил себе цель прочитать 39 книг за год. Для сравнения, школьникам по программе «За летние каникулы» нужно прочитать как раз около 30 произведений. Конечно, это произведения разного объема, от коротких рассказов до вполне солидных по объему повестей и романов. Характерное отличие школьного книжного вызова от взрослого в том, что во взрослом книжном вызове участники бросают вызов самим себе, а в школьном — другим классам, друг другу, другим школам и даже другим регионам. Получается всероссийский книжный баттл. В начале осени мы подвели итоги первого сезона школьного книжного вызова. Он продлился 4 месяца с мая по 31 августа. За это время школьники успели написать более тысячи рецензий. Да, это были школьники со всей страны, и самыми активными регионами по итогу первого сезона были школьники из Ярославской области, Москвы, Республики Татарстан и Краснодарского края. Самым популярным произведением школьного книжного вызова стал «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. На втором месте — «Гарри Поттер» и «Кубок огня» Джоан Ровлинг. На третьем — «Мастер» и Михаила Булгакова. Еще пять книг о «Гарри Поттере» заняли места с четвертого по восьмое. На девятом месте в топ-10 самых популярных книг расположился роман «Ходячий замок» фэнтезийного автора Диана Уинн-Джонс. Замыкает десятку лидеров — Николай Васильевич Гоголь с мертвыми душами. Мы уже выбрали и наградили победителей первого сезона. Писатели Андрей Жволевский и Евгения Пастернак выбрали лучшую рецензию первого сезона и записали видеообращение победителям. — Здравствуйте! — Привет! Мой писатель Жволевский и Пастернак. Угадайте, кто есть кто? — Да, человека два писателя один. И мы откликнулись на призыв поучаствовать в качестве такого маленького жюри в конкурсе «Школьный вызов», который проводят LiveLib и Litres. — Мы выбираем лучшую рецензию в номинации «Самая увлекательная и креативная рецензия». У нас было 39, по-моему, вариантов. Вот мы сейчас их все прочитали и хотим назвать победителя. — Да, претендентов было несколько, но главные критерии, он заложил в названии, это будет креативная и увлекательная. Там были просто очень хорошо написаны такие гладкие, скажем, рецензии, рассчитанные на какого-то... — Да, мы отмели те рецензии, которые написаны по шаблону. Ну, то есть эта книга написана в таком-то году таким-то автором. Автор хотел сказать, вот тут это не увлекательно, скажу. — Ну и пересказ сюжетов тоже не есть рецензии, это аннотация скорее. — Да, и да, вот пересказы сюжета и аннотации мы тоже отмели. Вот было у нас несколько вариантов. Остановились мы на рецензии на книгу Кассандры Клэра «Орудие смерти. Город костей», которую написала Дарья Артеменко, семиклассница. из города Лангипас, Мансийского автономного округа. Мы Дарью от всей души поздравляем. — Это очень классная, она очень эмоциональная. И прямо как с человеком разговариваешь, когда читаешь эту книгу. — Классная рецензия, когда ты слышишь голос человека, когда ты не читаешь сухой текст. — Да, кстати, она сама пишет в конце, что буковками невозможно передать эмоции. Ну, Дарья, у тебя получилось. — Да, и рецензия – это не аннотация. Рецензии ждешь от авторского отзыва, ждешь именно какой-то человеческой эмоции, человеческого отношения к книге. И очень классно, когда книжку можно приложить, рецензию можно приложить только к этой книге. Что вот когда, знаете, там автор хотел сказать, это величайший роман человечества. — Все обязательно читайте. — Да, эту рецензию можно приложить к абсолютно любой книге, ну, любой хорошей книге, и ничего не изменится. А вот эта рецензия, она написана конкретно под книгу, там очень много какого-то мяса про главных героев, про какие-то мулечки именно этой книги. В общем, нам очень понравилось. Даша, пиши еще. — Поздравляем. — Поздравляем. Ну что же, новый учебный год, новый школьный книжный вызов. 1 сентября мы запустили второй сезон проекта. Он продлится весь учебный год, и школьные месяцы, и летние каникулы, а завершится 31 августа следующего года. Весь сезон мы разделили на этапы по временам года. В конце каждого этапа мы будем подводить предварительные итоги. Всего номинаций 5, в каждой из которых лучшей может стать только одна школа. Школа, ученики из которой прочитают больше всего книг из рекомендованного списка, получат звание лидера школьной программы. А та школа, где дети прочитают больше всего книг, не входящих в программу, будет объявлена лидером неклассного чтения. Ученики, которые напишут больше всего отзывов, получат звание для школы лидера рецензий. Победитель в номинации «Массовый забег» определится по количеству участников челленджа. А если ученики будут читать каждый новый месяц больше, чем в предыдущий, их школа получит звание лидера роста. Школьники будут бороться за победу в 8 номинациях, причем засчитываться будут только те книги, на которые написаны рецензии. Тот, кто прочитает больше всего книг про вымышленные миры, получит звание сталкера. В номинации «Душа в пятках» победит поклонник хоррора. Рекордсмен по чтению приключенческих книг станет Индиана Джонс, а тот, кто выбирает научную фантастику — киберчитателем. Есть еще номинации «Шерлок-младший» для поклонников детективных жанров и «Дримридер» для тех, кто зачитывается сказками. Номинация «Звезда Янг и Далп» для тех, кто выбирает книги для подростков. А вот автор самой оригинальной рецензии получит звание «Критик сотого левела». Самое время рассказать о призах второго сезона. Каждая школа-победительница получит диплом и книговыдачу от Литресс-школы. А школьников-победителей ждут дипломы, сертификаты от интернет-магазинов, букбоксы с книгами от издательств, стикер-паки от Литресс-школы и Лайфлиба, а также специальный значок в свой профиль на сайте Лайфлиб. Чтобы принять школьный книжный вызов, зарегистрируйтесь на сайте lifelib.ru и укажите максимальное количество книг, которые вы готовы прочитать за указанный период. А мы поможем вам это сделать. Хороших книг и вдохновения для написания рецензий! Продолжение следует...